Дейдара 2 шоу. Скучали по мне? Когда выбил платину в Марвел Человек-паук на PS4? Но выйдет еще 3 DLC, которые нужно завершить на 100%. Да, да, на 100%. Всем приветики. Скучали по мне? Я знаю, что да. Можете ничего не говорить. Итак, я прошел Spider-Man, естественно, на платину. И знаете что? Spider-Man офигенная игруха, но мне лично не хватило. Мне бы хотелось еще больше игры, потому что за 4 дня я прошел, грубо говоря. На самом деле типа за 5, но на 5 день я целый день работал и просто пришел и добил последний трофей. Я бы мог пройти за 4, просто на 4 день вечером мне уже стало такое, ну ладно, что-то посмотрю лучше. Там сериал, там еще что-нибудь поделаю. Завтра спокойненько добьют трофей. Я не понимаю немного игра в 2018 году, да? Она офигенная, то есть я реально ставлю ей, наверное, все-таки 9 из 10, потому что есть там кое-какие минусы, но это ладно, они не такие существенные. Мне ее немного не хватило, понимаете? Мне хочется еще, еще, еще. А там уже нечего делать, нечего. Ты собрал все, сделал все, то есть все побочки. Ты такой, может дополнительные задания, но к сожалению дополнительные задания закончились. Может сборы там рюкзаков всякой фигней, но они тоже закончились. Вышки уже давно закончились, задания Горелосборна давно закончились. И, кстати, самое странное, что начало происходить, это, ну собственно, вы сейчас вот увидите. Был обычный сентябрьский день. Юран сидел и наслаждался утром. О, хорошее утро. Что же тут интересно? Мне написали сегодня с утра. Давайте зайдем в почту и почитаем. Почему? Ну, 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 за что? Я же один из первых, кто, наверное, выложил. Короче, вы прикиньте, заблокировали видео Человек-паук-финал, часть вторая. Стоп, это не одно видео, которое заблокировали. Вся правда о фантастической шестерке и битва с электроэстервятником тоже заблокировано. А стоп, вот еще, где появился доктор Октавиус, видео заблокировали. Они все почти видео заблокировали, в котором был док Октавиус. Но он появляется в первые 40, даже 35, по-моему, минут игры. Это уже понятно, что именно он злотей. Это не спойлер, это ничего, это все прекрасно знают уже заранее и показывали во всех роликах. Его можно было даже спалить в некоторых обзорах. То есть, док Октавиус, просто док Октавиус. Прикиньте, вот. То есть, доктор Осминог, где появляется именно доктор Осминог. Нет, док Октавиус он и есть все время там. Ну и где доктор Осминог, то все, твой ролик заблокирован. А, а, круто, да, да, да. Короче, это очень странно, но теперь я буду ждать выхода дополнений. Естественно, что первое дополнение у нас про женщину-кошку. И как вчера я читал новость на Gamescom. Блин, Gamescom, что я несу на... Сейчас я вам точно скажу, точно скажу, точно мне не лень сказать вам. Точно не то, что остальным, да. На Game Magia, вот, на Game Magia прочитал новость. То, что разработчики хотят расширить, естественно, Вселенную Человека-паука, делать, типа, в ней много всего. И они, скорее всего... Ну да, начнется, наверное, там новая игра плюс будет. Сначала, потому что они ее уже как бы разрабатываются, собираются скоро ввести. И потом уже, наверное, женщина-кошка. И они сказали, в женщине-кошке начнется много там всего будет происходить. Во-первых, будет куча отсылок к следующим дополнениям, который выйдет в ноябре и в декабре, кстати говоря. И, собственно, будет там, говорят, куча отсылок, куча намеков на уже вторую часть. Они сначала, как они и сами говорили, мы не знали, будет ли вторая часть, но теперь мы, типа, уверены, что вторая часть, естественно, будет. Ну, мне кажется, никто и не сомневался, да, что будет вторая часть. Они говорят, мы накидаем туда кучу намеков, кучу всего, чтобы люди все думали, блин, что же там будет, что же там будет. То есть, когда мы фильмы Marvel смотрим, да, то те же Мстители, мы сейчас такие, блин, что же там будет, что же там будет. И недавно, кстати, тоже на днях сказали, что конец, прикиньте, конец полностью переснимают. И, оказывается, у многих был, как бы, типа, неправильный конец, на руках неправильный сценарий. И, типа, по слухам, только Кэмбербэтч, Кэмберпанк, ну, и как его любите его называть, Доктор Стрэндж, он единственный знает истинный конец Мстителей 4, скажем так. То есть, он единственный знает, что будет в конце. Остальные не знают. Остальным дают левый сценарий, снимают левую сцену, которую, в итоге, поэтому удаляют. И сейчас, говорят, массовый финал переснимают. То есть, уже, видать, был какой-то финал, ну, судя по всему. И сейчас они переснимут финал. Вы прикиньте, вы прикиньте, какая там будет просто в Мстителях 4. Ну, и вот. Разработчики Marvel Человек-паук, который эксклюзивно, кстати, на PS4. То есть, нигде вы не поиграете. И, знаете, мне даже немного жалко людей, тех, кто не сможет в него поиграть, потому что эта игра реально... Вот я потом включил, собственно, еще парочку игр, и в них попытался поиграть. И такой, блин, ну, это уже не то. Ну, Человек-паук-то лучше, там, и веселее как-то, и динамичнее, да. Эта игра динамичная, веселая, дополнительные миссии. Вы прикиньте, дополнительные миссии не скучные. Это вот, вы запускаете Ассасина или что? И там становится скучно, да. В Ассасине в каком-нибудь, в какой-нибудь другой игре, где-то такой дополнительные миссии. Это ж... А здесь сборы интересные, сборы, там целые истории. То есть, берешь какую-то вещь, и тебе прям, ты берешь ее, и тебе на русском... Ее можешь, во-первых, вращать, все такое, и тебе рассказывают, типа, вот, я помню там времена, допустим, это был мой старый фотоаппарат, благодаря нему я там, не знаю, попал, допустим, к Джей Джонни Джей, ну, типа того вот. И ты такой, о, прикольно, ты все собираешь и узнаешь, в принципе, историю именно этого Человека-паука. Напомню, что это другая вселенная, она не связана ни с фильмами, ни с комиксами. Вот этот именно Марвел Человек-паук, он запустил как бы своего Человека-паука, свою историю уже. Там нет, естественно, про дядю Бена, там своя история, он уже дерется с преступниками 8 лет. И, кстати говоря, что интересно, в принципе, очень даже интересно, это обсудить злодеев, которые будут в следующей части. И ни для кого не секрет, кто именно прошел игру, а таких уже много, потому что уже, собственно, вышла она с 7-го числа, ее можно пройти. Сюжетку вообще можно быстро пробежать. Мне кажется, за, ну, может, два дня, там, два-три дня, вот так вот, вы пройдете сюжетку. Я за четыре дня прошел почти на платину. То есть, мне немного стало лень, я в пятый день просто добил этот трофей, поиграл еще там, грубо говоря, час или полтора и вывел платину. Понимаете? То есть, я все сделал там, абсолютно все. И даже некоторые миссии там перепроходил. А, да, и есть еще одна там фишка перед тем, как мы плавно перейдем к этой теме, то есть, враги в следующей части, во второй которой будут, там есть секретные фото. Вы можете их спокойно пропустить, потому что нигде это не говорится. Есть функция у какого-то одного костюма. Он ищет секретные фотографии. Вы ставите себе, то есть, ее, и нужно сделать 50 секретных фоток. После этого откроется костюм. Ну, такой себе, конечно, костюм. То есть, маска Человека-паука, и здесь у него обычная, как бы, одежда. Он, типа, как студент, вот. То есть, если вы об этом не знали, то бегом, короче, играть, делать 50 скрытых фоток. У меня вот появилось желание, да, и у меня все время желание у него еще и еще поиграть. То есть, мне реально его не хватило. Я не понимаю, почему они не сделали рандомные энкаунтеры с боссами. Я так хотел этого. Ну, реально. Понятно, сюжет. Там сюжет сделан так интересно, скажем так, без спойлеров. Не буду говорить особо спойлера. То есть, там реально сюжет сделан настолько офигенно, что можно вот этих всех злодеев, которые там появились, а их там, в принципе, довольно нормально, кстати, достаточно. То есть, вы многих видели в трейлерах. Тот же Шокер, Скорпион, Рина, Электро, Стервятник, естественно, Мистер Негатив и еще некоторые злодеи, скажем там. А, да, Таскмастер новый. Про него сто пудов слышали. Почему-то он в русской версии Бригадир. Непонятно почему. А еще там есть Тамп Стоун, кстати говоря. Очень странно надгробие в нашей русской версии. Ну, такой, знаете, ну, тоже вот можно было, знаете, как сделать? После дополнительных миссий, потому что некоторые боссы появляются именно в дополнительных миссиях. В дополнительных миссиях и в испытаниях, скажем так, да. И после, естественно, завершения сюжета я бы, знаете, как сделал? Я бы сделал, ты проходишь сюжет и, естественно, тебя, ну, как бы, кидают в открытый мир. Ну, типа, как всегда, ты можешь там много всего делать, ну, типа, ну, я уже там почти все делал. Ну, ладно, не об этом. И когда вот сюжет закончился, можно было сделать, ну, как я это вижу, все же почти, ну, почти злодеи в тюрьме. Они бы просто выходили из тюрьмы, ну, как всегда. Они же все время сбегают, все мы знаем, да, комиксы, фильмы там, все. Надо было просто, чтобы они рандомно появлялись на карте. И тогда было бы весело, можно было бы играть еще спокойно месяц-два, да, там, веселиться, просто бегать, там, сражаться. Прикиньте, там, в фигах, или летишь, там, скорпион, короче, сражаешься со скорпионом. И там, ну, типа, можно, типа, как бы, приехать, либо куда-нибудь, типа, вывезли. И ты такой, летишь, летишь, там, опытом, к примеру, мистер негатив начал там на вышке никого-нибудь пресить, короче, например, «о, сейчас я жив-жуб!!!» Да даже, если вы не хотели бы использовать некоторых персонажей, это, я думаю, как раз-таки мистер негатив и доктор Отто Октавиус. То есть они как бы играют ключевую роль, и если брать того же Мистера Негатива, то, наверное, ему, кстати, посвящена, как ни странно, наверное, процентов 60 игры, реально, наверное, процентов 60 игры именно о Мистере Негативе. Даже, мне кажется, на мой взгляд, даже не 60, а 70. То есть реально там очень много именно про Мистера Негатива, очень много про его историю, очень много про всё, там, если ещё вы будете читать, изучать, а вы будете это делать, потому что это реально интересно. То есть именно в игре там дофига всего, даже когда вы там приходите, обследуете его там комнаты и всё такое, очень-очень много про него, узнаете информации, и с ним босс баттлов больше всего в игре, вы представьте, больше всего в игре. Собственно, с Мистером Негативом у вас, грубо говоря, там три полноценных босс баттла. Три! Один, конечно, такой простенький, второй, естественно, такой типа сложнее и средний, и последний прям максимум! Ну, и это очень круто, это очень шикарно, и у меня, наверное, это удалили, потому что везде, напомню, где появлялся Доктор, Октайус, то есть Осьминог, а сейчас уже не спойлер на это ничего, то есть на каждом Ютубе все говорят, а это Осьминог, это Осьминог, ну, это понятно в первые 35 минут игры, а если бы они хотели сделать тайну, да, вы бы просто сделали бы, что пришёл вместо Осьминога, какой-нибудь там Мистерио, вот это было бы тайно, никто бы не догадался. А тут всё было ясно, его спалили заранее, актёр, который озвучивал Рину, я говорил уже раньше это, он уже сказал, он спалил, что, типа, да, вот самое сложное было записывать движение для, типа, Осьминога. То есть там нет никакой тайны, весь сюжет вы можете предугадать, вы такие, ага, это будет так, это будет так, это будет так, не буду всё пока спойлерить, и, естественно, есть две сцены после титров, кстати говоря, не проматывайте, да, сначала одна сцена идёт, потом опять титры, и вторая сцена. Первая сцена, она комедийная, и, в принципе, намёк лёгкий, такой, что в следующей части будет, скорее всего, скажем, как бы так сказать-то, да ладно, напрямую скажем, если не хотите, короче, это слышать, вы можете перемотать так, примерно, наверное, минут на пять, мы быстренько сейчас разберём вот эти сцены, да, если вы не хотите, то скипните, наверное, минут примерно на пять, ну, я сделаю, знаете, какой-нибудь там пух-пух-пух-пух-пух, это будет означать, что вы можете продолжать смотреть, ну, там дальше. Окей, первая сцена после титров, это о Майлзе Моралезе, и она сделана очень смешно, она очень классная, и фишка в том, что они живут с Питером теперь в одной комнате, не спрашивайте, как так получилось, но неважно, они живут в одной комнате, и Майлзе такой приходит, слушай, у меня такая вот, типа, проблема, вот у меня кое-что там необычное с телом, короче, и как-то он так смотрит вниз, как-то, ну, знаете, типа, как стесняется, все такое, и Питер такой, да, что, типа, такое, ну, не все, как у обычных, типа, подростков, он такой, да ничего, я не волнуюсь, это бывает, он такой, да нет, мне легче показать тебе, и так делает вид, что хочет снять, и Питер такой, нет, 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 не надо, не надо, и Майлз резко прыгает вверх, и прицепляется на стену, как, собственно, человек-паук, он говорит, необычно, правда, а Питер, собственно, прыгает тоже на стену, такой, ну, собственно, ничего необычного, главное, они оба на стене, то есть, и в этот момент они понимают, что Питер Паркер человек-паук, а у этого тоже паутинные способности появились, то есть, в следующей части, возможно, что будет два развития события, либо, либо там будет, естественно, второй человек-паук, Майлз Моралес, либо же, как вариант, мы будем потихоньку развивать Майлза Моралеса, ну, то есть, как его учитель, там, например, тот же Рина, там, или кто сбежит, он такой, ну, давай, ты попробуй с ним справиться, я тебе расскажу, как ты, и ты будешь за Майлза, там, играть, и он такой, порывни здесь, делай это, ну, почти сделал, там, нормально, да, и вот, почти справился, там, и в конце, там, не знаю, человек-паук ему поможет, ну, грубо говоря, но есть, то есть, он будет его потихоньку развивать, возможно, и Майлз к чему-то придет, или же, как вариант, в порядке бреда, но может такое быть, так как нужно сделать какую-то интригу, да, Человека-паука, именно Питера Паркера могут убить, то есть, выйдет, как по сюжету было комиксов, именно, если мы берем ультиматум комиксы, как раз-таки появился Зеленый Гоблин, Зеленый Гоблин объединился со Зловещей Шестеркой без Доктора Октавиуса, а Зловещая Шестерка как раз-таки есть, и без Доктора Октавиуса, прикиньте, вот, как раз-таки, ну, Доктор Октавиус, он мог спасти, мог не спасти, не важно, короче, фишка в том, что он может убить Питера Паркера, и Майлз Моралис придет, и, допустим, в конце мы будем драться, там, уже за Майлза, да, или же, как вариант, как вариант, что там, да, то есть, убьют Питера Паркера, будет Майлз Моралис, и в третьей части просто, знаете, ну, ты победишь, то есть, всех Питером Паркером, тебя убьют, такой, знаете, будет плачевный конец, типа финал-финал, и в следующей части, допустим, ну, Марвел Спайдерман 3, ты уже будешь играть чисто за Майлз Моралис, но это будет очень странно и очень необычно, я не уверен, что они так и сделают, но было бы, конечно, круто, но, с одной стороны, больно рано его сливать, потому что многие персы еще не показаны, очень много персов не показаны. Так, разбираем сразу вторую концовку, чтобы долго не затягивать с этим. Во второй концовке нам показывают Нормана Осборна, который проходит по своей лаборатории и резко открывает такую штуку, и в зеленой пробирке там человек, видно просто человек, и в нем вот этот вот симбиот, короче, венок, то есть, реально черные вот эти штуки, и он такой, мы найдем лекарство, я обещаю тебе, мы почти смогли это сделать, Гарри, и оказывается, это был Гарри в пробирке, то есть, он не уехал никуда, он не лечится, он просто его держит в этой пробирке, ну, он, может, и лечился, но, видать, не получилось, и он держит его в пробирке, и, собственно, хочет его вылечить, и он как-то так, типа, почти плачет, даже как-то прислоняется к стеклу, и вот этот веном, он, типа, тянется к нему, и на него падает зеленый свет, то есть, объясню, во-первых, это сразу две отсылки, во-первых, что Норман будет зеленым гоблином, а это уже стопудово будет в следующей части, это прям вот стопроцентно, что он будет зеленым гоблином, и то, что веном будет, скорее всего, Гарри Осборном, причем, мне кажется, зная, как инцовник делают теперь, они, скорее, попытаются сделать интригу, но, знаете, какую, типа, они сделают так, что никто не будет понимать, кто такой веном, потому что веном может быть и, собственно, Флэш Томпсон, и, собственно, Гарри Осборн, и, возможно, даже Норман Осборн, там, мне кажется, будет все так хитро завязано, что на них, наверное, вначале, я, как я думал, как будет, скорее всего, на них, вначале, наверное, нападет... А, да, давайте, так как мы, собственно, разобрали, да, дадим сигнал тем людям, которые, собственно, уже... Мы рассказали секретные сцены после титров, так, ребята, возвращайтесь, вы вернулись, ребят, будем надеяться, что да. Теперь мы обсуждаем, что будет в следующей части, уже без особых таких, наверное, спойлеров, но это уже просто, как бы, рассуждение, и они ни к чему особо, скажем так, не ведут. Так вот, в следующей части 100 пудов будет Зелёный Гоблин, и, скорее всего, Человек-паук будет обучать Мэлза Морализа, то есть быть Человеком-пауком, скажем так. Ну, это, наверное, это, как всегда, не точно, но, мне кажется, будет начало что-то, типа, нападёт какой-нибудь такой злодей, типа Рина. Мне почему-то кажется, Рина, потому что там нужно совместить Мэлза Морализа с Рина, потому что есть целая миссия, где Майлз убегает от Рина. Это, кстати, одна из офигенных миссий, она стелзовая, но сделана прикольно. Это не спойлер, это просто прикольная миссия. Ну, что сказать, поиграйте, поймёте. То есть, если вы там такие, «О, нет, зачем он это сказал?» Ну, это не спойлер, это даже, это ничего, это просто вот. Ну, вот. Скорее всего, там будет с Рина, и Рин такой, типа, мне кажется, там будет ещё отсылка к первой части, вот этой, типа, он такой, «Мне кажется, твое движение похоже, там, на чувака, который от меня убегал». И он такой, типа, «Ну, нет, это был не я, типа того». И, короче, там какая-нибудь такая отсылочка должна быть, типа, «Мне кажется, я тебя где-то видел». Он такой, «Да, мне казалось, мы никогда не встречались, типа того, вот». И, мне кажется, Майос будет драться с Риной, я не знаю, почему, но мне почему-то прям процентов на 90 кажется, что он будет драться с Риной. Человек-паук, типа, такой, «Ну, видишь его, вот попробуй его там завалить, он будет стоять где-нибудь на крыше, такой, ну, в принципе, твоя техника неплохая, но вот в конце, вот, и он там, ему там поможет, потому что Рина там, ну, подумает, что, допустим, прибьёдил Рину, а Рина резко встанет попытаться его не знаю, поднуть Роган, ну, допустим, в порядке бреда, ну, вот. И он, скорее всего, будет обучать Майлза Морализа. И после вот этого мини-вступления, как я думаю, начнётся настоящий сюжет, что-то типа, может, Питер пойдёт, я не знаю, на работу, как стать в порядке бреда, он может пойти к Джей Джона Джеймсона на работу куда-нибудь. Опять нам покажут Джей Джона, я почему-то уверен, что в следующей части Джей Джона Джеймсон будет прям такую роль играть, прям, ну, то есть, реальный человек, он с ним будет общаться, вы будете видеться часто, наверное, он с ним пойдёт и будет работать. И там появится как раз Эдди Брок. То есть, это, вы сами понимаете, на кого намёк? На Венову. Наверняка начнётся какой-нибудь там, ну, сначала будут такие задания, типа, пофоткай это, сфоткай это, и как раз это будет неплохой тоже отсып. Надеюсь, самое главное, ребят, 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 самое главное, уберите башни. Ну, вышки, в смысле, вышки уже во второй части, они не зайдут. В первой части они обоснованы, да, типа, во-первых, это для тебя новый мир, во-вторых, там обоснованы, типа, копы, они это, грубо говоря, там кто-то взял, сломал все вышки, теперь неизвестно, что где происходит, какие преступления, где что, ничего не понятно, всё вот так замылено, все радары не показывают, то есть, ты чинишь, и у тебя радар, как бы, начинает показывать всё. Это логично, потому что Человек-паук, он теоретически-то знает местность, но не всю, естественно, он не может знать каждую улицу, это как вы в городе, в том, в котором вы живёте, вот, к примеру, скажи мне, где в Иваново находится, какая-нибудь улица Колотушкина, я такой, улица Колотушкина 10, к примеру, я такой, фиг знает, я, естественно, не знаю всей идеальной улицы, он тоже наверняка не знает, ну, ладно, не к этому я иду, а к тому, что в следующей части лучше не нужны вышки, то есть, в этой части мы уже всё активировали, мы уже видим весь, и в следующей части как раз можно не акцентрировать на вышках, внимание, акцентрировать на каких-нибудь, допустим, фотомиссиях, как раз для Джона вы работаете с Эдди Броком, и у вас уже начинается какое-то соревнование, то есть, понимаете, скорее всего, будет именно как-то так, и в чём будет фишка, я объясню, потом появится, скорее всего, зелёный гоблин резко, вы с ним будете сражаться в роли Человека-паука, и когда вы его почти победите, он, наверное, появится в Веном, и даст вам, грубо говоря, людей, и у вас будет всё время интрига, а кто же такой Веном, потому что там дофига отсылок, что Веном, возможно, не Эдди Брок, а кто-то другой, скажем так, и Веномом будет, а, и даже, знаете, как возможно, даже, возможно, да-да-да, я немного перемотаю события, наверное, возможно, не будет сразу зелёного гоблина, а просто нападёт Веном, и даст вам люлей, вы такие, блин, кто этот сильный чувак такой, и с моими же способностями, потом, возможно, он нападёт на Майлза, ну, как раз Майлз-то тоже нужен, в принципе, в сюжете, как я понимаю, и они вместе должны будут выяснить, собственно, кто такой Веном, они, может, даже будут подозревать друг друга, что ты Веном, нет, я Веном, ну, типа того, ну, естественно, они, никто не будет из них Веномом, скорее всего, ну, мы точно не знаем, точно не знаем, может, тот же Майлз станет Веномом, ну, не суть, и они будут думать, кто же Веном, а в это время не будет, то есть, сразу, нескольких персонажей, они куда-нибудь там исчезнут, к примеру, Эдди Брок, Гарри Осборн, Норман Осборн, а флэш еще можно Томпсона сделать, да, то есть, сначала показать этого флэша Томпсона, тоже как вариант, вначале, там, типа, Человек-паук, я помогу тебе, нет, нет, не надо, ты только мешаешь, он там его спасет, к примеру, и на этом, как бы, то есть, ты спасешь его, грубо говоря, Человеком-пауком, от какого-нибудь, не знаю, Скорпиона, в порядке бреда, пусть будет Скорпион, от Скорпиона, да, и, собственно, флэш, как бы, он как раз будет поклонником Человеком-паука, и он уже поклонник Человека-паука, там были отсылки, именно в первой части игры, там, если ты смотришь вот эти вот, на старт нажимаешь, ну, где камера, и читаешь вот эти записи, типа, Твиттера, или чего-то такого, поутограммы, я не знаю точно, читаешь вот эти вот надписи, то, типа, там, флэш, типа, о, команда флэша, типа, мы любим Человека-паука, ну, напомню, он Питера Паркера ненавидит, он любит Человека-паука, но не любит Питера Паркера, ну, и вот, и, скорее всего, будет такая интрига, кто же, собственно, Веном, и я уверен, почему-то, что они это сделают, ну, процентов на 60, то есть, будет интрига, кто же реально Веном, либо флэш, либо Эдди Брок, либо Гарри Осборн, либо Норман Осборн, но, скорее всего, естественно, Норман не будет, Норман, скорее всего, не будет Веномом, и, собственно, мы потом встретимся с Норманом Осборном, и, возможно, они объединятся даже с Веномом, и будет такая прям адская жесть, они, скорее всего, мне кажется, освободят зловещую шестерку, снова, но уже без доктора Октавиуса, скорее всего, Норман помнит, как бы, что Октавиус плохо к нему относится, и поэтому он, он может его даже освободить, но скажет, что-то типа, теперь я, ну, лидер зловещей шестерки, а ты типа, мол, давай, иди, а иначе будет хуже, ну, типа того, скорее всего, возможно, так и будет, возможно, даже доктор Октавиус в порядке Барьеда может помочь Человеком-паукам, то есть, и Майлзу Морализу, и Питеру Паркеру, но, скорее всего, будет так, что они объединятся, то есть, будет уже новый состав, я думаю, Мистера Негатива уже не будет, его просто уже, он слишком много про него было в первой части, поэтому будет уже состав, скорее всего, Рина, Шокер, Электро, Стервятник, я одного забыл, одного забыл, блин, реально забыл, Рина, Шокер, Электро, Стервятник, Аскорпион, и, скорее всего, Зеленый Гоблин, как вариант, Возможно, Зловещая Шестерка будет вместо, допустим, Шокера, возможно, будет Веном, но это будет, странно, Веном, он сам по себе, мне кажется, будет, то есть, будет новая Зловещая Шестерка, и, скорее всего, есть очень, мне кажется, большая вероятность, что именно Человека-паука, который Питер Паркер, могут убить в конце игры, то есть, реально его могут убить, то есть, это будет отсылка к ультиматум комикса, но, это очень маловероятно, с одной стороны, потому что, знаете, я думаю, где-то 50%, что его убьют, потому что он только появился, и он еще не раскрылся, прям идеально, на максимум, чтобы он раскрылся, потребуется хотя бы 2-3 игры, и потом уже как раз можно в третьей части, там, опа, мы там, грубо говоря, слили Питера Паркера, и в каком-нибудь четвертой части появляется, собственно, Мэрос Моралис, то есть, новый Человек-паук, и он будет как-нибудь, типа, это Марвел Человек-паук, а там, какой-нибудь, да, новый Человек-паук, или там, Черный Человек-паук, нет, Черный как-то жестко звучит, Темный Человек, ну, ну, вы поняли, короче, поняли, к чему я веду, и, собственно, вот об этом я хотел вам рассказать, да, возможно, вам не понравилась эта тема, но мне очень-очень хотелось поделиться именно ей, что будет сто пудов вторая часть, именно то, что теперь надо ждать просто дополнений, потому что пока нету, да, появится новая игра плюс, я, наверное, пройду все-таки на новой игре плюс, потому что мне уже хочется поиграть еще, я, наверное, даже сегодня поиграю, знаете, что я попробую сделать, самое жесткое, это задачи Тескмастера выполнить на, собственно, золото, и попробую, возможно, каждую задачу выполнить на золото, прокачать там остатки того, что не прокачено, прям, чуть-чуть буквально, ну, посмотрим, это все посмотрим, итак, с вами был Daidara 2, будем теперь ждать дополнений к Человеку-пауку, новостей о Человеке-пауке, возможно, все-таки они сделают какой-нибудь в открытом мире, я надеюсь, боссов, это я просто очень сильно надеюсь, потому что, ну, игру, это такая офигенная игра, и будет странно, если, реально, люди ее будут проходить за, грубо говоря, ну, неделю, это я просто много играл, я прошел, грубо говоря, на платину, на платину за 5 дней, то есть, сюжет теоретически вы пройдете где-то за 4 дня, и то я не каждый день играл, и один день я почти весь день не играл, то есть, 4 дня, грубо говоря, на сюжет у вас уйдет, остальное на всякие ачивки, даже 3 дня на сюжет, 3 дня на сюжет, остальное на ачивки, ну, типа, дополнительные миссии, сборы, дополнительные боссы, дополнительные штуки, и это реально весело делать, теперь мы будем ждать, собственно, дополнений, новых режимов, новую игру, плюс, будем все-таки надеяться, что рандомные энкаунтеры с боссами появятся, и, собственно, ждать вторую часть, Marvel, Человек-паук 2, или какие-нибудь, типа, Season Pass 1, и Season Pass 2, ну, а почему бы нет, кстати, для такой игры, если она сейчас зайдет, в новом году, можно сказать, а мы решили новый Season Pass, и там появится новый злодей, потому что, в первом, собственно, Season Pass, я пока не вижу новых злодеев, потому что, женщина-кошка появится, это 100 пудов, и она, скорее всего, будет с ней босс батл, во втором, вот во второй, самое интересное, потому что мы не знаем, что будет во втором, во втором, возможно, появится какой-то новый злодей, а в третьем будет, скорее всего, Серебряный Соболь, потому что там, Сильвер, что-то, ту-ту-ту-ту, оно называется, и это, скорее всего, Серебряный Соболь, и мы с ним будем драться, это, скорее всего, ладно, а с вами был Дейдара 2, а не 1, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, наслаждайтесь Человеком-пауком, если вы еще не играли, и реально, мне немного жалко людей, у которых ПК, у которых Xbox, вот, реально, это очень крутая игра, и я прям советую, если, ну, вы не можете ее пройти, хотя бы посмотреть на YouTube ее прохождение, потому что реальная игруха очень стоящая, а лучше всего, конечно, накопить денег, и купить PS4 с этой игрой, и пройти ее, ну, ладно, с вами был Дейдар 2, а не 1, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и всем пока! Бай-бай! Субтитры создавал DimaTorzok